Всем привет, с вами Егор Ярушин. Как вы знаете, 2024 год, как и 2023, привнес сразу несколько новых, постоянных друзей и гостей этого канала. И, наверное, одним из самых частых является, конечно же, Александр Шоколай со своей группой Slaughter to Prevail, которые сейчас гремят так, как никогда, ездят в туре с Марленом Мэнсоном и группой Five Finger Dead Punch. На сольных концертах собирают сумасшедшие цифры, на Spotify имеют миллион ежемесячных слушателей. Саня участвует в фитах, собственно, с мировыми абсолютно группами с Fallen in Reverse, с As I Lay Dying. Естественно, так как вы всегда очень хорошо смотрите про СТП, я не мог отказать себе в удовольствии послушать и этот трек под камеру. Естественно, я его еще не слушал, клипа не смотрел. Однако, если вам нравится то, что я так быстро снимаю реакции на каждый релиз Slaughter to Prevail, то давайте поставим 3000 лайков этому ролику, напишем каких-нибудь комментариев, штук 200, насчет того, чтобы я точно знал, что это вам интересно. Также я знаю, что мои видосы вот такие смотрит сам Саша. Саша, привет! Однако, послушать эту песню для россиян может быть достаточно затруднительно, так как все мировые площадки ушли из России. Но, например, мой любимый Spotify, на котором я предпочитаю слушать музыку, можно оплатить через Spotibot. Это частые гости моих, собственно, роликов, работающие уже третий год и завоевавшие уважение и любовь, собственно, среди моих зрителей и вообще всех пользователей. Если же вы все равно не доверяете, есть отдельный телеграм-канал с более чем 5000 отзывами, собственно, и реальными пользователями. Ребята помогают подключить индивидуальную подписку Spotify Premium. Если у вас есть старый аккаунт, то они помогут его вернуть. Если же такого аккаунта нет, они помогут создать новый. Приложение работает полностью без VPN-ов, слушать зарубежную музыку, такую как, например, новые STP и все остальные релизы, про которые мы так часто говорим на этом канале, можно, собственно, без труда. Промокод же ERUSIN15 даст вам скидку в 15% на и так достаточно демократичную цену подписки. Я в очередной раз благодарю Spotibot за поддержку вот таких вот видосов, а мы продолжаем. Как главным же событием 24-го года должен быть их, собственно, полноформатный альбом, которого, если я правильно понимаю, они выпустили уже 5 треков. 1984, Викинг, Конфликт, Кид оф Даркнесс и вот сейчас Бехелит, собственно, новый сингл с этого альбома. Я пытался выкуплить, что означает это слово. Судя по всему, это что-то из аниме Берсерк. Я за аниме не шарю. Леша, если тебе есть что сказать, Леша, это мой монтажер про это аниме, обязательно скажи это здесь. Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо или закон, подобно длани Господней, парящей над миром? Да, я шарю за Берсерка, поэтому постараюсь вам вкратце рассказать. Берсерк – это одно из самых охеревших аниме, которое я когда-либо видел. Всем спасибо за внимание, продолжаем просмотр ролика. Сразу скрипки какие-то? The Master! Фламмастер! Nightmare! Ух ты! Это же Industrial! Это Rammstein! Очень круто! Ну это прям реально, это Rammstein, я вам отвечаю. Обалденно! Просто шикарный! Я знаю, что ребята вообще как бы с музыкой двухтысячных очень байс-вайс, но вот это прям сильно Rammstein. Но я не против, мне Rammstein нравится. А вот это кто такой около джентль? Это даже что-то типа чистое вокало. Вау! Вау! Это прям чистый вокал! Это очень круто. Самое главное, это наверное, самая мейнстримная и парадоксально самая, типа, моя любимая новая песня. Слутер ты привел. Кстати говоря, если вы еще не знаете, то я эксклюзивно выпускаю ролики, которых не выходит больше нигде на площадке Noom. Например, сейчас можно посмотреть мою реакцию на новый сингл группы Ice Nine Kills под названием The Work of Art. О, памкуха! Паника за диску пошел! Я вот очень это не люблю. Это саундтрек к фильму Ужасающий, по-моему он называется, если я правильно помню. Terrifier по-английски. Я смотрю там буквально весь этот клип, обсуждаю, собственно, свое отношение к хоррор-фильмам и к самой группе Ice Nine Kills, про которую я обычно на канале не говорю. В общем, если вам это интересно, ссылка будет в закрепленном комментарии. Дуйте и смотрите. Мне чем-то даже напоминает из-за вот этих вот клавиш моих любимых Эбигейл Уильямс. А вам, наверное, напомнит ваших любимых Лорда Шорт. Как вы это любите. Нет, ну это реально за меня это один из лучших треков СТП. Я предполагаю, что начнутся вонь в комментариях насчет того, что это недостаточно тяжело, но для меня в самый раз. Я теперь понимаю, почему ребята на обложке этого сингла были изображены как группа Queen. Ой, прямо нравятся мне эти вот... Это вот, кстати, то, что мне и в Лорда Шорт тоже нравится, только жалко, что у них это все завалено каким-то просто хаосом, происходящим с зомби-звуками. А здесь вот как-то поприятнее. Сейчас, видимо, брейк какой-нибудь лютейший. Ну, я так предполагаю. Совершенно верно. Математика какая-то. Я уже потерялся. Очень круто. Круто! Очень хорошо. Вот это я хотел услышать! Мне напомнило еще этот. Inside от Heaven Shall Burn. Очень круто. Вот это однозначно. Это мой любимый трек СТП на сегодняшний момент. Что ты сейчас сказал? Браво! Вот прям браво! Не, если честно, я совершенно не ожидал такого поворота событий, так как ребята, наоборот, шли на какое-то утяжеление и старались всегда как будто сделать более тяжелый продукт, чем до этого. А вот это, это вот комфортно, мне кажется, будет для прослушивания даже каких-нибудь металлкорщиков. Да, это очень хорошо. Миша Петрову, всем причастным к написанию трека с Сашей, естественно, просто нечеловеческий респект. Я этот трек прямо сейчас себе добавлю на Spotify и буду его слушать, потому что мне кажется, что это самый логичный шаг для ребят из СТП сейчас. Делать, собственно, музло, которое будет для большей аудитории, так как из-за Сашиных фитов и из-за тех туров, в которые ребята сейчас ездят, естественно, не каждый человек способен понять там супертяжелое музло, там какой-нибудь дедкор и так далее. А вот это, это что-то такое на уровне индастриала, металлкорчика. Мне кажется, что несмотря на обилие экстрим-вокала, вот это возымеет гораздо больший успех среди мейнстримного слушателя. А что вы думаете о поводу этого трека? Пишите об этом в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на ту соцсеть, на которой вы смотрите этот видос. Я же с вами не прощаюсь, говорю вам до скорой встречи. С вами был Егор Ирушин и, собственно, до скорых встреч. Пока!